Всем привет! Давненько на моем канале не было продуктовых видео. Девочки спрашивали, когда подобное видео выйдет, буду ли я еще что-то такое снимать. Я на самом деле очень давно не снимала свои покупки, потому что стала ходить в другой магазин, в другой гипермаркет ОК. Он поменьше, чем тот, куда я ходила раньше. Он находится ближе, до него мне проще добираться, и я туда стала ходить где-то раз в 7-10 дней. Ну и естественно не с таким огромным списком, как я это делала раньше. Раньше я в ОК ходила где-то раз в месяц. Список мой сократился, продуктов стало там меньше, снимать видео я просто не видела смысла. Но сегодня мы посетили этот магазин, и список мой был достаточно большой. Это связано с тем, что мы недавно вернулись из отпуска и подъели все, что было можно подъесть. Плюс ко всему у меня закончился немаленький запас круп, встала потребность сходить в магазин. Ну в общем мы туда сходили, оставили там достаточно крупную сумму, закупились большим количеством разной снеди, которую я вам сейчас покажу. Ну давайте начнем с круп, раз уж я о них заговорила. Крупы я покупаю всегда примерно одни и те же. Это рис, я беру круглозерный, он самый дешевый, это все океевское производство. Там он стоит в ОК 32 рубля. Для каш собачьих я беру пшеничку, она тоже по 32 рубля. Цены округляю, эти копейки уже просто никому не нужны. 32 рубля. Что еще у меня здесь продел? Продел чуть подешевле, он по 31 рублю за пачку идет. Гречка не для собак, греча для нас. Она стоит 22 рубля, точнее 23. Ее я либо отвариваю, либо делаю гречку по-купечески. Также здесь прячется упаковка кукурузной крупы. Она стоит 22 рубля и вот она тоже идет для собачьих кашек. Что касается чая, закупилась я принцессой Явой. Сейчас она в ОК по акции по 29 рублей. Я взяла сразу 5 пачек. В ОК только с лимоном Ява и обычная, без ароматизаторов. Я люблю с лимоном, пью по утрам, либо по вечерам с сахаром. Это единственный чай, который я пью с сахаром. Мне нравится Ява. Также я взяла несколько упаковок чая Кертис, который шел по акции. И вот этот чай с бузиной, очень вкусный. Мы в пятерочке такой приобретали, да, по 55 рублей он был. А второй чай с манго. Я такой еще не пробовала, будет интересно попробовать. И последний чай это молочный улу. Мне нравится этот чай, он вкусный. Также я приобрела чай Тесс, он черный, с цедрой апельсина. 66, почти 67 рублей за упаковку. Муж взял кофе на работу, вот такой чай. Ой, то есть кофе Жорди, молотый в растворимом, пятерочка крепкий. 189 рублей за 95 граммов. Также я взяла молоко на кашу. Оно стоило 45 рублей. Да, 45 рублей. И кефир, который я пью по вечерам с отрубями. Тоже где-то в районе 45 рублей. Это Пискаревский молочный комбинат наш, санкт-петербургский. Что еще я приобрела? Давайте, что-то закидаю. Взяла я майонез, естественно, куда без этого. 68,5 рублей он стоит. Объем 400 грамм. Это слобода на перепелиных яйцах. Мне этот майонез нравится. Я его с удовольствием употребляю. Он классный. Также я взяла себе для кашек вот такие вот детские пюрешки. Кто давно меня смотрит, кто смотрел предыдущие мои продуктовые видео, вы знаете, что я по утрам ем овсяную кашу. Ясно, солнышко, которое запариваю кипятком. Эта каша у меня с курагой. Я ее ем уже несколько лет. Честно говоря, мне она порядком поднадоела. Приелась. И как-то раз я в такую кашу добавила детское фруктовое пюре. И мне очень понравилось. Вкус стал интереснее. Что-то она приобрела, какую-то изюминку. И я периодически теперь покупаю вот такие пюрешки. Смотрю, чтобы в составе не было сахара. Иногда сахар встречается в подобных продуктах. В ОКЕ была акция на Агушу 23.33 за упаковочку. Три по цене двух. Я взяла яблоко-ежевика-малина, яблоко-персик и яблоко-банан. Вкус печенья. Натуральный здесь ароматизатор печенья идет. Не знаю уж, что это за ароматизатор, но попробую. Упаковочка каждая весом в 90 грамм. Мне хватит на три раза таких пюрешек. Надеюсь, они вкусные. А Агушу я еще не пробовала. Также я взяла... Что я взяла? Давайте вот с этого начнем. Две упаковки ленивых голубцов. В последнем продуктовом видео я вам показывала. Мне кажется, я не ошибаюсь. Да, такие голубцы. Как-то они вызвали какой-то очень странный негативный ажиотаж на канале. Я не очень поняла, с чем это было связано. Мне кажется, что это очень здорово приобретать такие продукты на скорую руку. Очень быстро эти голубцы готовятся. Они получаются очень вкусными. У них хороший состав. Стоит, конечно, дороговато. Без акций 60 рублей за упаковку. Но по акции можно рублей за 40 приобрести. И когда такая акция, я всегда беру побольше. На большой свой сотейник у меня уходят две вот такие упаковки. Нужно еще фарш какой-то. Либо же кусочки мяса добавлять. Получается очень вкусно. Мне нравится. Это очень хорошая идея. Сейчас по акции вот этой марки супы идут. Три по цене двух или что-то такое. Но супы мне не очень понравились. А вот эти голубцы, они оказались классные. Так, для супа взяла я две упаковки опят. То, что надо. 80 рублей за упаковку. Ди 400 грамм. На один раз у меня такой упаковки. В этом окее, куда я сейчас хожу, к сожалению, нет грибных смесей. В Большом окее на Ладожской там они есть. Конторелла и еще что-то. Конечно, смесь вкуснее. Но и вот эти опята в суп тоже неплохо идут. Взяла две упаковочки. Так, что еще у меня здесь для супа горбуша? Я очень люблю варить суп именно из горбуши. Взяла две разные упаковки. У меня горбуша всегда разная. Я стараюсь брать по акциям. В этот раз без акций как-то обошлось. И я каждый раз забываю, какая хорошая, какая нет. Ну, она же тоже разная бывает в этих банках. Крупная, мелкая, с более рыбным, скажем, вкусом. С менее рыбным. Вот эта горбуша стоила 120 рублей. А вот эта сто тринадцать. Две баночки взяла. Тоже на два супа. Так, с супами закончили. Что у меня здесь еще есть? Есть у меня здесь яблоки. Яблоки. Вот такие. Это у нас гала. По акции они были по... Здесь 149 рублей. По чеку меньше. Но чек я куда-то запрятала. Сейчас, секундочку. Яблоки были по 70 рублей. И вышли мне на 104 рубля 71 копейку. Яблоки я люблю. Яблоки ест вся наша семья. И мы, и собаки, и улитки. Поэтому берем всегда много. Также мне потребовалась кое-какая приправа. Взяла я корицу. Она стоила 5,40 имбирь. Вот такой за 40... Ой, нет, что я говорю. Имбирь стоил 45 рублей. И мне еще нужна была паприка. Три приправы, которые я добавляю, когда мариную курицу. Но паприки я не нашла. Чили есть, перец еще какой-то острый. А паприки почему-то не было. Очень жаль. Паприка мне нужна. Придется идти в другой магазин. Пока я искала паприку, наткнулась на мускатный орех. Я не помню, зачем он мне нужен был. В какое-то блюдо он должен был пойти. Но я его обыскалась и так и не нашла. А в этот раз на глаза попался. Думаю, надо брать. А то вдруг опять понадобится. И опять искать придется. Он стоил 40 рублей. Также я взяла вкусняшки себе. Вот такие вот бельгийские слойки. Очень вкусные слойки. Они продаются не только в Оке, еще в Ленте я такие видела. Бывают они двух видов. С грушей и с яблоком и корицей. И те, и другие вкусные. Но с грушей вкуснее всего. По 37 рублей они стоят. Вот в прошлом месяце на них была акция. Они шли по 25. Я закупалась просто в гигантских масштабах этими слойками. Классные, очень вкусные. Очень много там начинки. Очень хорошая сама сдоба. Отличные. Очень вкусненькие слойки. Так, с едой закончили. Из бытового приобрела я пакеты. Океевские мешки для мусора с завязками. Покупаю всегда только на завязках. Это очень удобно. У меня небольшое ведро, поэтому 35 литров оптимальный размер. 60 рублей они стоят. Вроде бы в фикс прайсе появились мешки маленькие для маленьких ведер. Тоже с завязками. Надо будет глянуть. 50 рублей все-таки не 60. Из косметического были акции на разные маски. В Океи я взяла маску от Шири тканевую. Я так понимаю, что она не пенящаяся, обычная, совершенно просто черного цвета. Написано глубоко увлажняющая, двойного действия. На тканевой основе. Для всех типов кожи. Ну, про пузырьки. Я думаю, тут ничего нет. Ну, да. В общем, не пузырящаяся она. Ну, да ладно. Стоила она 75 рублей. В фикс прайсе тоже такие появились. Но они, если я не путаю, там по 77. Также я приобрела маску от марки Estelare. Я ранее такие не брала. Я знаю, что продается эта марка в Улыбке Радуги. Ну, а здесь была акция. Мне на глаза попалась эта маска. Не только маска. Здесь еще есть пилинг-диск и сыворотка после маски. Такой наборчик. 139 рублей. Я решила попробовать. Сейчас, конечно, пробовать не буду, потому что здесь кислоты. Они хороши только на такое время года, когда солнца мало. Ну, в Петербурге это где-то середина октября. Пока у нас еще солнечно, пользоваться не буду. Ну, и загар еще на лице остался какой-то какой. Так, что еще? Я взяла крем для ног, смягчающий от 100 рецептов красоты с тыквой. Он для меня лично не делает практически ничего. Но мне очень нравятся его тыквенные ароматы. Когда на него цена в районе 40 рублей, я всегда беру. Здесь цена была оптимальная. Как раз те самые 40 рублей. Также я приобрела жидкость для снятия лака. Океевская по акции за 45 рублей. Объем здесь 175 мл. Я сняла гель-лак. Ногти мои в ужасном состоянии, поэтому я, извините, без маникюра. Приехала домой из отпуска и выяснилось, что у меня вообще нет жидкости для снятия лака без ацетона. Только с ацетоном. Поэтому пополнила свои запасы. Также я где-то, наверное, несколько месяцев назад обнаружила, что в Акее тоже продаются ватные диски. Обычные ватные диски, то, что надо. И стоят они 30 рублей за 120 штук. Раньше я за ними всегда, за дисками ездила. В Ашан там было дешево и можно было сразу много закупить. Ну а раз они теперь есть в Акее, то в Ашан мне, в общем-то, и не надо. Да, я там не была почти год, если честно, не тянет. Взяла я две упаковки. В Ашане закупалась в гигантских количествах, потому что ездила туда редко. Ну а раз в Акее они продаются, стоят столько же, по качеству абсолютно идентичные. И в Акее я хожу чаще, то по 10 штук сразу брать у меня уже нет смысла просто. Точнее, для меня нет смысла. Также я нашла вот такую упаковку женских штучек-дрючек от Беллы. И вот эта упаковка, здесь 20 прокладок, стоила 90 рублей. Белла продается в фикс-прайсе по 55, да, так что здесь упаковочка была более выгодная. Мне нравится эта марка, она неплохая. Так, осталась пресса. Больше у меня ничего нет, только пресса. Взяла я в свой любимый журнал «Всё для женщин», он наконец-то появился в этом магазине. 18 рублей, классный журнал, у меня целая подшивка, я его просто обожаю. Также я недавно начала читать журнал «Дарья». Не скажу, что он какой-то сверхзамечательный, но там встречаются интересные, весёлые статейки. Ну, в общем-то, и всё. Да, знаете, за завтраком почитать иногда не книжку хочется, а что-то такое простое, незамысловатое, но в какой-то степени полезное. Моя любимая газета «Невыдуманные истории», я её просто обожаю. Теперь она выходит каждую неделю, пишут там зачастую полнейший бред, но поржать, поверьте, можно. Вот эти два журнала стоят 28 рублей и 25. Также я купила «Октябрьский гламур», в котором нет ровным счётом ни одного пробника. Он, кстати, был почему-то последний. Я всегда покупаю маленькие гламурчики за 45 рублей. И взяла «Космо». Тоже «Октябрьский Космополитен». Он стоит 90 рублей. И здесь есть пробник сыворотки от «Ифраше», которую я обожаю, но она стоит бешеных каких-то денег. И духи от «Шанель Габриэль», которые называются. Я, кстати, по-моему, их ещё не пробовала. Вот так, салфеточка такая. В общем-то, и всё. Ну, извините, туалетную бумагу в кадр я тащить не буду. И пакеты, в которых мы всё это несли, тоже. Да, так что средняя стоимость всей этой продукции – 2800 рублей. Давненько я в таких масштабах не закупалась. И в ближайшее время этого делать я не собираюсь. Так что, если вдруг когда-нибудь ещё буду составлять список, и там будет порядка 30 пунктов, то да, я сниму подобное видео. Одни крупы вам показывать молоко, либо же пару пачек чая я, извините, не буду. Да, зачастую мои покупки в этом магазине однообразны. Что-то новенькое там встречается крайне редко, и не всегда оно мне нужно. Вот, так что вот такое получилось у меня продуктовое видео. Надеюсь, оно понравится тем, кто давненько его от меня ждал. Спасибо за то, что вы это видео посмотрели. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!